Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наше видео. Министр юстиции Серджио Литвиненко, комментируя протест организованной партией социалистов в центре Кишинева 10 октября, отметил, что каждый имеет право на протест, даже те, кто не хочет бороться с коррупцией. Но, по словам Литвиненко, большинство граждан думают не так, как сторонники по СРМ. Очевидно, что каждый имеет право на протест, даже те, кто не хочет бороться с коррупцией, а хочет, чтобы существующая ситуация продолжалась вечно. Но большинство граждан страны считают иначе. Они хотят, чтобы воры сидели в тюрьме, независимо от статуса вора и от того, сколько денег у него в кармане. Поэтому, уважая права тех немногих, кто хочет, чтобы воров оставили в покое, или чтобы они продолжали воровать, борьбу с коррупцией необходимо продолжать, и ее будут продолжать, написал Литвиненко в Facebook. Следует отметить, что в Кишиневе 10 октября проходит протест в поддержку отстраненного генпрокурора Александра Стояногла и против действующей власти. Его инициировала партия социалистов, пообещав при этом, что на митинге не будет партийной символики и флагов, и призвав присоединиться всех желающих. В свою очередь, бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков выступил на митинге, который проходит в Кишиневе в поддержку Александра Стояногла и против действующей власти. Дьяков заявил, что Стояногла ошибся, но за это нельзя арестовывать. Экспрокурор считает, что его задержание было незаконным, а стоит за этим, в том числе, эксглава антикоррупционной прокуратуры Виарел Морарь. Дьяков рассказал, что три месяца назад встречался с тогда еще генпрокурором Александром Стояногла в его кабинете. Я сказал ему, Саша тебя арестуют. Он ответил, я обещал народу, обещал коллегам, создал коллектив. Я не дам заднюю, рассказал Дьяков. Стояногла ошибся, за ошибки надо платить, но нельзя арестовывать. Арестовывать нужно только за тяжкие преступления. Стояногла должен был уйти, но он хотел принципиально работать до конца. Он сделал моральную ошибку, очень большую, но я хочу обратиться к моим бывшим коллегам, прокурорам, бывшим и нынешним. Уважаемые коллеги, у вас хватило смелости написать петицию в поддержку захваченного государства, в поддержку Плохотнюка. Где ваша смелость, когда лучший прокурор Молдовы за последние 30 лет незаконно арестован, сказал Дьяков. Он заявил, что прокурорская мафия сейчас диктует и создает свою повестку. Дьяков считает, что экс-глава антикоррупционной прокуратуры Виарел Морарь продолжает влиять на систему юстиции. Отметим, что глава делегации Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс заявил, что следит за делом, отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногла. Мы следим за ситуацией с задержанием генпрокурора. Решение, как мы видим, было принято в рамках законодательства Молдовы, в которые внесли изменения. Но, повторяю, мы внимательно следим за делом и обвинениями, выдвинутыми генпрокурору, и продолжим это делать, сказал Мажейкс. Почеркнул, что для судебной системы важна сильная прокуратура, а расследование громких дел не должно стоять на месте. Главу делегации ЕС в Молдове также попросили прокомментировать протесты в поддержку Стояногла, организованные оппозицией. Мы бы не хотели, чтобы исход этого дела зависел от других форм законного выражения мнения, таких как в этом случае свобода собраний. Мы видели новости и знаем, что оппозиция говорит об этой ситуации. Но мы считаем, что это часть политической жизни. Считаем, что дело Стояногла юридическое и не должно переходить в область политики, ответил Мажейкс. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok